приветствуюсь мои дорогие друзья гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео пойдет о хризантеме о ее черенкование как я сохраняю вернее размножаю хризантему для того чтобы получить большое количество посадочного материала излишки может быть какие-то продать поподробнее в сегодняшнем видео друзья выкапываю куст с хризантемой сажаю в горшки если какие-то покупаю маточники то тоже высаживаю в горшке и заношу в неотапливаю пристройку где-то в середине ноября в числах десятых я заношу квартирные условия чтобы черенковать то есть пошла чтобы порос в тепле и за счет этого я получу большое количество растений то есть посадочного материала потому что с этих черенков которые укоренятся я буду снова брать черенки это черенок который я обрезала он будет пышнее и лучше вот такую я примерно поросли размером черенкую я не жду пока совсем длинный будет черенок но не обрезал совсем под корень оставляю две-три пары листьев и обрезаю корня верхушку если мне не нужно размножать хризантему таким образом а просто чтобы она мне перезимовала потому что сорт не зимостойкий я просто и оставляю в пристройки в неотапливаемой в горшках укрываю укрытым материалом в один-два слоя и все и они зимуют отлично до весны весной появляются поросли а потом я высаживаю маточным кустом можно разделить в открытый грунт то есть это так хризантема которая у меня плохо зимует если хорошо зимует оставляю в открытом грунте черенковать хризантему можно весь зимний период почему я не обрезаю под самый корешок то есть я оставляю две-три пары настоящих листьев покажу вот на этим на этом горшочке на примере вот допустим обрезан экземпляр пошли расти боковые побеги точно также вот можно увидеть здесь обрезана и пошли расти новые молоденькие побеги вот эти побеги которые растут из боковых листьев я буду обрезать и точно также куринять и за счет этого мы будем получать множество посадочного материала если мы возьмем под самый корешок то есть можно подкопать и с корешком взять вот эту поросль да отлично укоренится но тогда мы не получим столько много черенков чтобы укоренять а мне нужно получить по максимуму с каждого сорта черенки все укореняются в 100 граммовых стопочках есть экземпляры которые по одному вот так один даже вот недавно поставила на укоренение можно увидеть маленькие крышки пошли уже крышки то есть по одному черенку по несколько черенков в каждом стаканчике если они большие то принять можно и по два и по три вот допустим уже недавно ставила еще пока крышку нет все стоят под крышкой под подсветкой далее покажу точно также вот здесь это совсем последние черенки которые ставим если я вижу что грунт подсох вот можно увидеть что они немножко привяли грунт подсох что я делаю я делаю опрыскивание и по листочкам и по субстрату но ни в коем случае не переливаю иначе черенки могут загнить сделала опрыскивание и накрыла обратно крышкой все так продолжает стоять вот эти черенки в этом большом контейнеры у меня самые первые они уже хорошие есть подросшие есть даже крышки уже выглядывают из стаканчика вот такая красота есть отличные черенки я не спешу их пересаживать в другой стаканчик когда я увижу что хорошо будет оплетена оплетен тот грунт то есть корень хорошо был разве только потом я пересажу 200 граммовый стаканчик из этих черенков я снова буду брать черенки когда пойдут в рост те обрезанные черенки тоже будут расти боковые побеги весь сезон я буду брать черенки с черенков с черенки с обрезанных черенков черенки с маточного куста и таким способом можно получить за всю зиму огромное количество посадочного материала есть черенки которые я допустим брала с победа самого то есть не макушечная а вот такая часть вот пошли расти новые молодые листики но главное не переувлажнять иначе они напросто просто-напросто могут сгнить проветривать каждый день если подсушен просто опрыскивать и тогда они очень хорошо укоренятся теперь приступаем к черенкованию некоторые горшках я уже брала черенки но другие растут подрастают поэтому я не жду пока не прирастут будем сегодня обрезать и укоренять использую стаканчики 100 граммовый полностью и насыпаю субстрат добавила субстрат покупной отравита живая земля добавил туда агро пиролит для легкости опрыскиваю обычной водой я даже не стала добавлять никакой стимулятор роста покажу сейчас на примере нескольких черенков сложности никаких черенкования нет потому что принцип точно такой как и в питоне сильно не переувлажняем потому что черенок будет не такой длинный побег который мы будем укоренять не до самого дна стаканчика шпажка я буду делать углубление каждый стаканчик обязательно надо будет подписать подписываю такими корректорами вот допустим 19 номер у меня здесь указан я буду срезать черенок оставляю видите две пары настоящих листиков использовать я буду корневин опудриваю в корневине и то углубление которое сделала шпажкой обязательно приминаем у основания чтобы не было пустот между черенком и между субстратом вот так получается здесь у меня уже подписан стаканчик 19 точно так же и здесь и так поступаю с другими черенками состригаем нижние листочки я всегда убираю чтобы они не мешались приминаем все весь принцип после этого останется вот такую крышку сверху накрыть этого контейнера и поставить под подсветку результат самое большое это две недели а так неделя 7 12 дней вот так где-то примерно таком сроке укореняются черенки и потом я буду снимать крышку ставить в ящик и под подсветку также вот друзья и все что хотела сегодня показать сегодняшним видео укореняйте вместе со мной таким способом у вас будет цветущий зимний сад черенки хризантемы очень хорошо зимуют квартирных условиях никаких сложностей нет главное внимательно смотреть потому что наши черенки любят вредители я опрыскиваю квартирных условиях фитовермом и никаких сложностей не бывает все сохраняют до высадки в открытый грунт понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие видео кликайте под видео на колокольчик вам желаю мира добра здоровья и до новых встреч до новых интересных видео всем пока пока